Здравствуйте! На телеканале ЖТСУ новости в студии Эльвира Ликерова и сурдоперевод Марата Жумабекова. В начале выпуска коротко о самом главном. Жить станет лучше, жизнь станет веселей. На совместном заседании Палат Парламента глава государства поручил реализовать пять приоритетных задач для улучшения жизни населения. Бдительность – залог безопасности. На упреждение паводка ведут работу на земле и с воздуха. Без суда и следствия. Какие преимущества имеет медиация? Сегодня в Астане прошло совместное заседание Палат Парламента с участием главы государства Нурсултана Назарбаева. На заседании президент представил пять новых социальных инициатив, направленных на социально-экономическое развитие страны и улучшение жизни населения. Более подробно в материале корреспондента. Пять новых социальных инициатив предложил президент на совместном заседании Палат Парламента. Они направлены на дальнейшее улучшение благосостояния каждого казахстанца. Основным его показателем является доступность жилья. Поэтому первая из инициатив направлена именно на новые возможности для приобретения крова. И программа именуется 7-20-25. Благодаря этому проекту условия ставки вознаграждения по кредитам не должны превышать 7% в год с первоначальным взносом до 20%. Тогда как на сегодня условия в банках более 14% годовых с первоначальным взносом не менее 30% от общей суммы. Также по словам президента срок кредита будет не 10-15 лет, как раньше, а 25. Это для того, чтобы снизить размер ежемесячных платежей. Надо задействовать возможности Национального банка, банка второго уровня, фондового рынка. Национальному банку необходимо создать специальную компанию, которая привлечет не менее 1 триллиона тенге и направит на выкоп новых ипотечных кредитов, предоставленных банками на вышеназванных условиях. Реализация программы даст мощный импульс жилищному строительству в стране. В итоге повысится доступность приобретения жилья для миллионов казахстанцев. Это также будет работать на рост экономики малого-среднего бизнеса, создаст новые рабочие места. Я всегда говорил, что для Казахстана строительство, особенно жилищного строительства, имеет очень большой мультипликативный эффект. В 10 раз будет снижен индивидуальный налог. Для тех категорий граждан, чья заработная плата менее 25-кратного размера. То есть платить они будут лишь 1% от своего дохода. Новшество будет введено в жизнь с 1 января 2019 года. Это необходимо, чтобы высвобождаемые средства от такого снижения были направлены на увеличение оплаты их труда. В результате у не менее 1 трети наемных работников страны, это более 2 миллиона человек, вырастет заработные платы без увеличения нагрузки на работодателей. В дальнейшем правительству нужно изучить возможности внедрения прогрессивной шкалы подоходного налога. В очередной раз глава государства делает ставку на молодежь. Будут обеспечены доступность и качество высшего образования. Станут также лучше и условия проживания студенческой молодежи. Глава государства поручил Министерству образования и науки начать строительство новых студенческих общежитий. Не менее чем на 25 тысяч мест. До 2022 года. По принципу государственно-частного партнерства. Из 530 тысяч студентов Казахстана 30% обучаются по государственным грантам. Теперь по инициативе Нурсултана Назарбаева к 54 тысячам. Ежегодно выделяемым грантам добавят еще 20 тысяч. В них 11 тысяч, если необходимо и больше, на обучение бакалавров по техническим специальностям, то есть там, где спрос есть, для новой экономики, индустриальной программы, которую мы проводим. Это позволит подготовить тысячи и тысячи специалистов, которые будут востребованы в новой экономике в условиях 4 промышленной революции. Еще одна из президентских инициатив направлена на расширение микрокредитования в рамках проводимой работы по развитию массового предпринимательства среди самозанятого и безработного населения. Для них в прошлом году было выделено 42 миллиарда тенге. На этот год президент поручил выделить дополнительно еще 20 миллиардов, доведя общую сумму микрокредитования до 62 миллиардов, тем самым довести охват микрокредитования до 14 тысяч человек. К слову, эта цифра больше в два раза, чем за прошлый год. Оттуда будет иметь свое начало огромный, средний, малый бизнес, который мы должны поддержать. Думаю, это стоящая работа. Эту работу следует активно продолжать в следующие годы в ходе развития. Значимость этой инициативы в том, что она позволит тысячам людей открыть свое собственное дело, о чем мы всегда говорим. В пятой социальной инициативе президент коснулся темы газификации. На сегодня Казахстан газифицирован на 50% и работы по активному увеличению этого числа уже начнутся с этого года, отметил президент. К слову, хорошие работы по обеспечению голубым топливом идут по Алматинской области. Планируется в ближайшие годы полностью обеспечить природным газом весь регион. Это поможет улучшить экологию, сократить финансовые расходы в отопительный сезон и войти в число развитых стран мира. Вот пять президентских инициатив, которые я хотел сегодня вам доложить. Это наша общая работа. Мы достигли до этого, дожили до этого. И имеем сегодня возможность об этом объявить. Имеем силы и средства, чтобы осуществить эти проекты. Реализация этих пяти инициатив позволит создать новые рабочие места, будет способствовать дальнейшему росту экономики нашей страны. Поручаю правительству, Назбанку детально проработать механизмы их реализации. Прошу депутатов парламента своевременно вынести необходимое изменение в законодательство, если это необходимо. Учитывая абсолютную значимость этих инициатив, требуется широкое обсуждение подходов по их эффективной реализации. Также важно провести подробную разъяснительную работу, чтобы все население приняло участие в этой работе. Мы смотрим вперед, а не назад. Я уверен, что вместе мы обязательно сформируем реалистичную, прагматичную казахстанскую модель социального государства национального благополучия. Подошло время предпринять конкретные усилия по укреплению дальнейшего социального единства нашего общества и сделать это через масштабные социальные проекты, подытожил президент. Все жители страны уверены, реализация пяти масштабных проектов поднимет уровень социально-экономического развития страны на новый качественный уровень. Удовлетворительно. Так проделанную работу Ескельдинского района за 2017 год оценили местные жители на отчетной встрече. 2018 год обещает быть более плодотворным, отметил Аким района на брифинге в региональной службе коммуникации. В планах построить врачебную амбулаторию на 25 посещений в день в селе Кукжазах. Для этого выделяется 165 миллионов тенге. Откроются 8 участковых пунктов, совмещенных с жильем. А на привлеченные инвестиции в районе планируется провести реконструкцию Карабулакского сахарного завода, который простаивает с 2014 года. Это поможет трудоустроить порядка 1 тысячи человек. К слову, строится и ряд других объектов. Это завод по переработке сои, молочно-товарная ферма и маслозавод. Бюджет района утвержден в размере 5 миллиардов 880 миллионов. За счет бюджетных средств в районе будет проведена определенная работа. По обеспечению качественным питьевым водоснабжением в четырех селах будут на 461 миллион проведены строительно-монтажные работы. Кроме этого, в селе Жастар будут проведены работы по текущему ремонту, замена водопроводных башней и ремонт водопроводных сетей. Значит, на ремонт автомобильных дорог 265 миллионов было выделено. Сельским участковым нести службу стало легче. В селе Шулакай Панфиловского района появился свой участковый пункт полиции. Численность населения Шулакайского сельского округа с каждым годом растет. И сегодня уже превысило 5000 человек. В ауле действуют 325 крестьянских хозяйств. Более 40 человек заняты индивидуальным предпринимательством. Открытие пункта полиции, которого в селе никогда не было, прибавит людям спокойствия, говорят местные жители. Я здесь родился и живу. У нас тут три села. За всеми проследить участкового времени не было, поскольку он приезжал к нам из города. Чтобы увидеть полицейского и поделиться проблемами, теперь не нужно искать его по всем этим селам. Вот есть конкретное место работы. Я думаю, теперь скатократства и других видов преступлений станет еще меньше. На участке нести службу будет Ельдар Ченебеков. В правоохранительной системе он работает около 10 лет. Вместе с супругой воспитывают троих детей. Контролировать свой участок раньше ему было сложно. С открытием административно-жилого комплекса для участкового, уполномоченного полиции, работать стало легче. Крыша над головой есть, за семью переживать не приходится, да и офис рядом. Для этого населенного пункта прошлый год действительно стал плодотворным. Построено здание сельской амбулатории на 210 миллионов тенге. Еще немало дел запланированы на этот год. В этом году мы сделали запрос на реконструкцию водопроводной сети. Также выделен земельный участок на строительство ветеринарного пункта. Документы уже полностью оформлены. В целом, социально-экономическое положение села неплохое. Заметен демографический рост. Раньше в школе учились более 160 детей, а сейчас 235. В районе в прошлом году было построено два административно-жилых комплекса для участковых. В нынешнем году работа в этом направлении будет продолжена. Гульназ Мустафа, Ержан Дюсин, телеканал ЖТСУ, Панфиловский район. Более 40% бизнес-формирований области работают под руководством женщин. Участие женщин региона наблюдается не только в бизнесе, но и в общественно-политической жизни. Из года в год их число становится все больше. Для еще большей активизации представительниц прекрасного пола в этой сфере действует Совет деловых женщин. Сегодня в его составе более 200 бизнес-вумен со всех районов и городов области. Для представительниц прекрасной половины желающих начателей расширить свое дело было проведено 40 обучающих семинаров в прошлом году. Женщины стали активно реализовать себя в промышленности, в сельском хозяйстве, в банковском секторе и в сфере услуг, отмечает секретарь Совета деловых женщин. Всего же участницами Совета организовано 123 старта проекта на сумму более 2,4 миллиарда тенге. И только в нынешнем году в центрах поддержки предпринимательства для них оказаны более 700 услуг и проконсультировано порядка полутора тысяч заинтересованных. Напомним, всего в Алматинской области на сегодня проживают порядка 1 миллиона женщин. Самые активные из них возглавляют свыше 50 тысяч бизнес-формирований. Совет деловых женщин на сегодняшний день продолжает свои проекты. Первый проект это за рабочие профессии в Китае, который в этом году мы 24 ребенка студента отправили. Надеемся на их возвращение, на их качественное обучение. Продолжаем этот проект. Также проекты по организации магазинов за спасибо и полок добра, которые получили такую хорошую поддержку наших предпринимателей и населения. Также продолжаем проект финансовой грамотности. Будем выезжать в сельские округи, в дальние округи, рассказывать о программах наших, о проектах. Им рукоплещет зал. В Коксулском районе чествуют женщин. На торжественное собрание приглашены труженицы, многодетные матери, меценаты и работницы бюджетной сферы. За особый вклад в становление района порядка 10 женщин получили грамоты и ценные подарки. 21 женщина удостоена подвески «Алтаналка», 62 стали обладательницами серебряной подвески. В Коксулском районе на сегодня в системе государственной службы работают 136 человек. Из них 59 – представительницы слабого пола. В сфере образования 938 человек, из них 645 – женщины. Также всех приглашенных ждали только положительные эмоции. Ведь концерт, который организовали по случаю 8 марта, не мог вызвать других эмоций. Сегодня мы в районе чествуем наших матерей, наших самых дорогих, самых великих людей. Можно сказать, это наша мать. Родина начинается от матери. У казахов эта мать считается самым высоким, ценнейшим богатством страны. Я в преподавательской сфере почти уже 30 лет. Это наша не первая награда. Мы уже несколько раз получали почетные грамоты. В будущем, надеюсь, добьемся еще больше новых высот. Хочу поздравить всех милых дам с праздником, пожелать здоровья, счастья и успехов. Сказать спасибо своим учителям никогда не поздно. В День Благодарности это делать особенно актуально и уместно. Ученики школы номер 2 города Ушарал постарались выразить свою признательность педагогам, ветеранам в специальной поздравительной программе. Наталья Посюгина училась в этой школе и после окончания института вернулась в родные пенаты уже учителем. С того самого времени прошло 40 лет. За этот период знания, добрую поддержку и заботливое внимание она подарила нескольким тысячам выпускников. Для каждого поколения она была своей, особенной, но всегда родной и любимой. Наверное, поэтому Наталья Посюгина почетный гость любого праздника. А с появлением на календаре Дня Благодарности ей уже официально говорят спасибо за все. И это ей, конечно же, по душе. Я думаю, что это очень прекрасный праздник, добрый праздник, праздник для всех, который, я считаю, объединяет нас еще больше. И считаю, что этот праздник должен жить. Мы можем друг другу в чем-то быть благодарны, особенно за то, что у нас такие прекрасные люди, такие прекрасные возможности для проявления своих талантов, для проявления своих желаний даже, может быть, профессиональных. Для героев Дня и всех тех, кто связал свою жизнь с воспитанием, обучением и развитием подрастающего поколения, состоялся праздничный концерт. Здесь уважаемым педагогам, ветеранам дарили подарки. В их адрес звучали теплые слова благодарности. Я хочу сказать большое спасибо нашим учителям, ведь они с самого первого класса, когда я пришел в эту школу, они до сих пор ведут меня в взрослую жизнь. Работа учителя – это очень трудная профессия. Мы сегодня решили создать такой концерт, чтобы учителя немножко отвлеклись от своей работы, понять им настроение, чтобы им работалось хоть чуточку легче. Сегодняшним праздником мы хотели показать и сказать спасибо учителям за то, что они нас учат, воспитывают, дают нам советы, которые мы можем использовать в дальнейшей жизни. Очень много мероприятий в рамках декады Дня Благодарности было организовано в Алакольском районе под эгидой Акимата региона. В этом активное участие приняли все учреждения образования и культуры, общественные организации. В целом было организовано 123 меропятия, охвачено 15 500 населения нашего района, в том числе из них 10 000 молодежь, как активная наша сила сегодняшняя. В нашем районе проживает 73 000 населения, из них 16 видов этносов, 3 конфессии, религиозные конфессии. Все живут в мире, в согласии, в дружбе и в понимании. День Благодарности всех этносов друг другу отмечается в стране третий год и пришелся по душе многим, поэтому празднует его не один день. Гульназ Мустафа, Айбек Акшулахов, телеканал ЖПСУ, Алакольский район. Необычная конференция-семинар с участием лучших педагогов страны прошла в Карасайском районе. Учителя средней школы имени Авдрахмана Байжанова всего за шесть уроков продемонстрировали коллегам новый метод преподавания по обновленной программе. В чем новшество данной системы, расскажет наш корреспондент. Для участников конференции в фойе школы представлена миниатюрная Астана. Мини-экспонаты творений рук школьников. На создание этого шедевра ушел не один месяц. Старания учеников гости оценили по достоинству. К слову, тема выставки «Астана. Город мечты» выбрана не случайно. В этом году наша молодая столица празднует свое 20-летие. Мы рады, что для проведения республиканского семинара выбрана наша школа. Мы, как одна из экспериментальных школ, изучающая обновленную программу, готовы делиться накопленным опытом. А этот семинар стал хорошим подспорьем для обмена знаниями. Ведь здесь собрались лучшие учителя со всей страны. Для нас честь принимать их у себя. Всего семинар состоит из шести показательных уроков. К слову, прошли они не совсем в привычном формате. Вместо долгих и скучных лекций с вопросами и ответами ученики провели дебаты. А тем для дискуссий нашлось немало. Этот семинар меня впечатлил. Мы многое узнали. Полученный опыт мы будем использовать при проведении занятий у себя в школах. Думаю, что этот метод эффективен. Семинар пошел всем нам на пользу. Мероприятие продолжилось с праздничным концертом. Ученики местной школы продемонстрировали все свои таланты. Игра на музыкальных инструментах, театрализованное шоу, песни и танцы. Также в исполнении школьников прозвучал хор, посвященный 20-летию Астаны. В области продолжаются противопаводковые мероприятия. Руководители населенных пунктов разъясняют жителям о правилах поведения в случаях возникновения чрезвычайной ситуации, связанных с прохождением весеннего паводка. А какова ситуация на местах? Сегодня представители СМИ объехали некоторые паводкоопасные зоны из Кельдинского района. Закир Албакиров, житель села Карабулак, работает водителем машины скорой помощи. 3 марта в 2 часа ночи на улице Байситовой произошло потопление шести дворовых участков. Пострадавшие сразу обратились в службу ЧС. Железнодорожный мост забило. Лед не отдолбили. Вот это, что забила вода, что вместилась, она сюда в поселок пошла. По огороду, по полю здесь поля. Ночью жена позвонила, наступит, говорит, и я поменялся. Приехала, а здесь уже с ворот вода шла. Ну, сейчас нормально, стабилизировалась. Ночью Аким тоже ездил, смотрели. Потом технику вызвали, большой экскаваток, потому что маленький туда не возьмет. Прочистили, сейчас ушла вода. Осадков нынешней зимой в районе выпало немало, говорят местные жители. И хотя подготовка к паводкам началась еще в середине февраля, резкое потепление свое дело все же сделало. Большая вода пошла. Дополнительная техника и круглосуточный режим дежурства позволили избежать массовых потоплений жилого массива. На сегодняшний день в Искельдинском районе в противопаводковых работах задействовано порядка 20 единиц техники, а также приняты все меры по расчистке водопропускных сооружений. Самые большие головные арыки все сейчас чистим с того дня, каждый день мы не отдыхаем. Уже вчера с областного отхоза нам выделили техника, это своим силами здесь. Все арыки полностью чистим сейчас, которые замерзли, лед под мостом, которые замерзли, все полностью лед выбиваем, убираем, которые у нас силы есть с этим. Но мы надеемся, что таких больше паводок не будет. Район полностью готов к любым капризам погоды, заверяют специалисты. Штаб по предупреждению паводков контролирует потенциально опасные участки. Но все же наиболее опасным участком для района является село Ешку-Эль-Мес. После неоднократных потоплений несколько лет назад в окрестностях села прорыты отводные каналы. В 2006 году и в 2010 году были потопления вот этого села. После этого мы приняли вот эти серьезные меры. И в результате, сейчас последние 8 лет, подтопления нет. Транзитом с ущелья вода вливается через наши отводные каналы, ну арыки, в реку Кусак. Напомним, на прошлой неделе в четырех районах Алматинской области талые воды подтопили ряд населенных пунктов. По данным департамента ПОЧС, пострадало порядка 250 дворов. Каждый пострадавший получит компенсацию. Об этом сообщил Аким области Амандык Баталов. Лично побывавший на потопленных участках. К слову, в этом году на противодействие таким капризам погоды. Из областного бюджета было предусмотрено 2 миллиарда 700 миллионов ценге. На сегодняшний день на территории области продолжаются противопаводки и мероприятия. Для нас период с 24 февраля по сегодняшний день был бы как в роли генеральной репетиции. В этом году зима была аномально холодной, грунт примерз до метра. Вода, воду земля не принимает, поэтому большая вода пришла в населенные пункты. На сегодняшний день нами принимаются меры по сооружению водоотводов, рычных каналов, двенажных систем, чтобы отвезти воду от населенных пунктов. По области выкопано около 100 километров. Сейчас в каждом регионе области в круглосуточном режиме на паводкоопасных местах работают оперативные штабы. Кроме того, контроль идет из воздуха. Сегодня первый заместитель Акимобласти Лязат Турлашев совместно с начальником департамента ПОИЧС провели воздушный рейд по территории области. На сегодняшний день паводковая обстановка стабильна на территории области. Мы сегодня облет сделали горы Текилинский, Искельдинский район, Сарханский район почти охватили. На сегодняшний день равнине почти все, снег ушел. А в горах на 15-20% меньше, чем в прошлом году. На сегодняшней сводке 67 сантиметров, в прошлом году было. В этом году 57. Такая обстановка на сегодняшний день. Все под контролем. Насчет моренных озер. Моренных озер у нас открывается в мае-июнь. Кассели защиты, они соответствующие меры примут. Спуск воды, сифоны будут ставить. Азад Жумаханов, Жаслан Шингенджи, телекомпания ЖТСУ, Искельдинский район. Решить спор, урегулировать конфликт можно и мирным путем. И не всегда за этим нужно обращаться в суд. В последнее время все больше людей отдает предпочтение медиации. Об ее основных принципах ученикам профессионального лицея номер один рассказала заместитель директора Центра развития медиации города Астаны Шанар Бектасова. Сегодня медиация активно практикуется во всем мире. Процесс непродолжительный в зависимости от тяжести преступления занимает до трех недель. Когда как на судебные разбирательства порой уходят месяцы. Однако, несмотря на всю ее эффективность, медиация распространяется в области. Очень медленно считает заместитель директора Центра развития медиации Шанар Бектасова. Несмотря на широкий спектр рассматриваемых путем медиации дел, есть в системе свои ограничения. Например, медиативному рассмотрению не подлежат дела по преступлениям против общественности, сутенерства и особо тяжкие преступления. По словам лектора, в недалеком будущем все судебные иски будут проходить процедуру медиации. Напомним, закон был принят в 2011 году. Человек, когда осознает свою вину, то есть возмещает материальный моральный ущерб, его можно освободить от уголовной ответственности. На том этапе, что потерпевшая сторона его прощает, возмещает материальный моральный ущерб, и этого подозреваемого можно освободить от уголовной ответственности. Могут обратиться за справками, с консультациями в кабинет медиатора, это в управление внутренних дел по улице Абая. Также обратиться в мой личный офис, это по улице Толибаева, 72, Центр развития медиации, где я могу всегда воспринять бизнес-центр Тура. В минувшее воскресенье в Казахстане отметили Международный день большого тенниса. Спортивный праздник в Толкургане прошел в теннисном центре ЖТСУ с участием детей, воспитанников программы «Теннис до 10» и их родителей. Были приглашены также все желающие познакомиться с этой увлекательной игрой. Всемирный день тенниса впервые начал отмечаться в 2013 году и был утвержден Международной Федерацией с целью продвижения и популяризации данного вида спорта по всему миру. Теннис, он присутствовать в вашей жизни может практически каждый день. Для этого не нужно иметь собственный корт или целый теннисный центр. Сегодня современные технологии позволяют иметь мини-сетку, ракетку и мячик. И это уже может вас сопровождать на любом вашем активном отдыхе. Поедете вы сегодня на Балхаш или на Алаку, или просто выйдете на речку со своей семьей в выходные дни. Буквально имея небольшую площадку, там 2 на 3 метра, вы уже можете организовать свой отдых достаточно активным, позитивным и получить массу удовольствия от этой игры. В Толкургане Всемирный день тенниса отметили с широким размахом. В эстафетах и теннисных турнирах участвовали ребята, которые занимаются по программе «Теннис до 10» – красные, зеленые и оранжевые мячи. В состязаниях, проходивших в упорной и интересной форме, участники смогли показать свой спортивный характер, ловкость и мастерство. В целом, воскресное утро юных теннисистов прошло в атмосфере праздника, спорта и веселья. Я люблю очень теннис мой, теннис как мой родной дом. Я уже два года играю в теннис. Я хочу стать как Шарапова, я хочу набивать удары как у нее, я хочу стать чемпионкой тенниса. Продолжить обучение любимой игре на более высоком уровне, чтобы добиться заметных результатов и далее во взрослой возрастной категории вместе с Дельнаск планируют и все остальные участники соревнований. Самое активное участие в спортивном мероприятии приняли и родители юных теннисистов. Мы с удовольствием семейно пришли на такое мероприятие, большое организованное федерацией тенниса, ЖТСУ. Сегодня день, международный день тенниса. С удовольствием семейно пришли поиграть, закалить дух, как здоровье поддержать. Считаем, что этот праздник очень необходим для нашего города. Впереди у спортсменов 9-10 лет участие в областном турнире «Оранжевый мяч». Он даст им возможность проверить свои игровые навыки и умения перед более крупными республиканскими стартами. Лилия Штогрина, Абзал Мусипов, телеканал ЖТСУ. Это была вся информация уходящего дня. Спасибо за внимание и оставайтесь на нашем телеканале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова